Михаил, здравствуйте, тут идея парочка есть, у вас есть время? Да-да-да, конечно, заходи, говори. Ну, в общем, игроки просят апнуть некоторые пушки, ну, из-за редкой ветки, там, из-за раритетной ветки, то есть, хоть немножко их апнуть, потому что они не доходят до того уровня, до которого они должны быть. Пофиксить? Без проблем, апнем, все, что надо, апнем, говори, что за пушки? Редкой ветки, там, из-за раритетной ветки. Это что, дефолтные, что ли? Ты что, серьезно? Пошел вон отсюда. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер-вип-ускорителей. В два раза быстрее ты сможешь апнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружия и просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акций, где тебе будет давать в два раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! Если ты хочешь получить еще вдвое больше доната, то просто зарегистрируйся по первой ссылке. Потом перейди по второй ссылке и возьми комплект самых лучших пушек магма на 30 дней. Поверь, такой халявы в Warface давно не было и нужно точно спешить. Не упусти свой шанс, ссылки на все ты найдешь в описании. Привет, друзья, с вами Серега. Сегодня вас ждет отличное просто видео. Из разряда топ, факты и прочее. Ну, то есть я опять выскажу свое мнение по поводу каких-либо пушек. И сегодня будет то 5 плохих пушек. Но перед тем, как мы начнем, друзья, стартану я легенький розыгрыш. Я же знаю, что вы любите халявные кредиты и среди 5 человек я разыграю по 1000 кредитов. От вас-то всего лишь нужно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, да и написать комментарий. Главное, не забудьте в группу вступить, чтобы не пропустить итоги этого розыгрыша. А я желаю вам удачи и приятного просмотра. Сегодня я представлю вам топ-5 самых худших в своем роде пушек во всем варфейсе, по моему личному мнению. Конечно же, не забывайте, что это моя чисто позиция. Я понимаю, что некоторые из вас делают комбо-убийство с этих пушек и играют в стату 10 против чемпионов опенкапа на плохом компьютере. Но я с этими пушками ну совсем показать ничего не смогу. И я, когда их беру в руки, чувствую себя очень некомфортно. А именно те пушки, которые, по идее, должны быть лучше, чем они есть сейчас. По идее, с этими пушками люди играют. И в этом топе нет, ну прям, дефолтного говна. Поэтому с этим видео я надеюсь, что админы хоть как-то апнут им характеристики. Потому что играть с ними ну очень некомфортно. Также не забудьте оставить комментарий со своими пушками, которые вам больше всего не нравятся в этой игре. И вы очень сильно хотите, чтобы их апнули. Ну что, погнали! Пятое место занимает штурмовая винтовка XM-8, которую можно купить за варбаксы на время. На месяц такая пушка стоит 25 тысяч варбаксов, между прочим. Я помню момент, когда её только ввели на ПТС, и она была реально стоящая. Минимальная отдача, установка всех модулей. И я помню, как с неё ставились просто отличные хедшоты. Но админы пересмотрели свою позицию по этому оружию и ввели его на основной сервер таким, какой он есть сейчас. Уровень новичков или даже общего сервера. Но никак не ветеранов. Отдача просто ужасная. Хотя, честно говоря, я считаю всю отдачу ужасной, которая рандомная. И непонятно, в какую сторону тебе контролировать эту самую отдачу. Поэтому, если с этой пушкой можно играть, то только просто зажимать кнопку и думать, что она кого-то сможет убить. Потому что играть с этой пушкой именно некомфортно. Вот возьми ты пушку, которую можно также купить в магазине за те же варбаксы за ту же сумму. Которые просто замечательные пушки, реально они могут дать отпор донату. То тут далеко нет. Поэтому все и покупают АС-фал или Радон. Потому что они понимают, что приоритета над донатом у этой пушки далеко нет. Хотя, если бы её ввели такая, какая она была на ПТС, кто бы знал, кто бы знал. В четвёртом месте у нас расположилось очень мощное в жизни оружие Баррет М107. Которое может пробивать танки и, по сути, является одним из лучших в реальной жизни. А вот в Warface его почему-то решили вести медленным, неваншотным, полуавтоматическим говном с большой отдачей. Помню, как я еле-еле играл с ним на ПВЕ и набивал его. И правда, еле-еле, потому что во многих случаях даже по ботам она даёт неваншот. И это правда та снайперская винтовка, которая может пробивать танки? В игре точно нет. Она же именно убогая, медленная и в случае частого неваншота ты даже не успеваешь выстрелить второй раз. Из-за того, что у твоего оппонента не Баррет М107. Не понимаю, зачем ему нужно было делать именно таким. Дали бы ему хотя бы стопроцентный ваншот, раз уж он такой крутой в реальной жизни. Но смотреть, как такая легенда просто может не сваншотить впритык в средний бронежилет. Реально очень плохо. А третье место занимает также снайперская винтовка и она не последняя. АМП ДСР-1. Оружие, кстати, из раритетной ветки поставщиков. Но по сути является одной самой худшей болтовкой в игре. Объясню свою позицию. Зум медленный, патронов мало, перезарядка долгая, не стопроцентные ваншоты. Это серьёзно снайперская винтовка из раритета? О да, с ней конечно можно играть, потому что она в принципе играбельная. Но там, где она сейчас находится, ей точно не место. Взять ту же великолепную Альпину из её же ветки. Которая быстрая, чаще ваншотит и быстро перезаряжается. Очень редко вижу людей с этой снайперкой. То понятно, уже не раз говорили, что ей нужно что-то апнуть. Ведь было КС-103, великолепное оружие. Наши админы смогли якобы его апнуть и закопать его для многих. Но, к сожалению, они не видят по сути слабых винтовок и могут фиксить только то, с чем люди играют. А зачем трогать то, с чем люди не играют? По сути админы так и думают. Даже вспомните, сам режим уничтожения, сам Хаймзон сказал, а зачем тут добавлять карты, ведь в него никто не играет? Да правильно, апните ДСР и увидите, как с ним будет хоть кто-то играть. То же самое и про уничтожение. Добавьте туда новые карты и люди будут его играть. Но их, наверное, будет трудно переубедить, поэтому АМП ДСР третье место. На второе место я поставил Сайгу для медика. Не знаю уж почему, но с ней я точно играть вообще не умею. Только берешь ее в руки, ты настолько прочувствуешь, какая она медленная, какие с нее проходят не маншоты, какая долгая твою мать у нее перезарядка. Конечно, сегодня со всеми пушками я играю с пятью палками, и может быть, если бы я проиграл с ними два года, может быть, я не поставил ее сюда. С Сайгу очень редко встречаешь людей, которые играют, и реально охреневают от класса медика. А если они когда-нибудь возьмут ее в руки, то просто потом положат ее на склад и больше-больше никогда не возьмут. Я не прошу апнуть Сайгу, потому что смысла от этого и не будет, с ней все равно вряд ли кто-то будет играть. Я внес ее в топ, потому что сколько раз я не пытался с ней сыграть, всегда чувствовал, какая она парашная. Когда-то мы хотели поиграть на Сайгах на мясе, но я выбрал дефолт на драмагик Ремингтон, потому что даже он для меня в два раза лучше, чем Сайга. Ну и первое место, наверное, как уже все догадались, занимает снайперская винтовка Вальтер ВА-2000. Ну просто самая, твою мать, худшая, что когда-либо могли добавить в игру. Мало патронов, чтобы убить одного человека, по 2-3 пули нужно, если еще попадешь. Выглядит как кусок бревна, да даже на ПВЕ ботов не всегда ваншотит. Когда я запустился с ней на ПВП в первый раз, я реально охренел, это была новинка, ее, кажется, добавляли в раритет, и я подумал, неужели я так плохо стал играть? Да не, просто какую-то парашу добавили. И сколько времени не прошло, конечно, ее никаким образом не апнули, хотя все понимают какое-то говно. Если с ней возможно играть только на ПВЕ, то не факт. Например, на спецоперациях все равно по 2 патрона ты будешь сливать в одного бота. Конечно, хорошо, что ее хотя бы переместили в редко, если бы она была в раритете до сих пор, был бы повод даже сделать отдельный ролик про это. Но мне кажется, ее, как и Сайгу, можно вообще по дефолту продавать в магазине для новичков за тысяч 2 варбаксы. Навсегда, конечно. Этим пушкам точно не место в редким и раритете. Ну что ж, друзья, вот такой и получился топ самых слабых, по моему мнению, пушек в игре. Все эти пушки, по моему мнению, не дотягивают до того, где они сейчас находятся. Либо их нужно снижать в цене, либо апать до их реального уровня. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать друзьям об этом видео. Также обязательно добавляйте меня в друзья вконтакте и следите за всеми обновлениями. Лучший комментарий прошлого ролика занимает этот чувак, с чем я его и поздравляю. Пишите ваши комментарии и, возможно, именно вы попадете в следующий выпуск. Благодарю всех за просмотр, всем удачи и всем пока.